Званный гость Званный гость А по работе, уваженький Михася Иванович, не сумуете? А подскажите, а что вот в вашей работе вам нравилось больше всего? Ваши литературные задатки, ввел литературные гуртки, які называли крыничка, писали мои студенты и учни в школах верши, які мы змешали у своих рукописных альманахах, у районных газетах, выступали по радую неодноразово. Вот это вот творчая такая работа, каждый день нечто знаходить у своих учнях, что-то все новое, новое, и чуешь, и бачишь их ворчи, такие захопленные словом. И они так любили сопроводить поэзию, потому что мы здесь, я люблю поэзию, и сам писал, и они передавали свою любовь этому своим наученцам, тому и они так сам любили. А подскажите, сколько лет вы отработали в Литском колледже? Ну, в Литском колледже отработал выкладчиком белорусской мовы и литературы, здесь 27 годов. 27, большой стаж. Больший стаж. А подскажите, а где вы еще работали, кроме вот Литского колледжа? Вот, до Литского колледжа я после закончения Гродинского педагогичного института имя Янки Купала, теперь это университет, я працавал год наставником белорусской мовы и литературы Островецкой середней школы Гродинской в области. Почтая была служба в армии, у Ленинградской военной Крузии, почтая я працавал наставником белорусской мовы и литературы в Красновской середней школе, и одночасово был я на месте, как директор по выховавшей работе. Почтая был на месте, как директор по учебной работе и наставником белорусской мовы и литературы в Гродинской середней школе. Шесть годов я працавал наставником белорусской мовы и литературы в Литском середнем профессионально-техническом училище, 55 миллиардов раций. И в 86-27 годов я працавал выкладчиком уже белорусской мовы и литературы в Литском колледже. Вот мне очень-очень интересно, а вот с детства вы мечтали стать учителем? Татьяна, саправды, я мару тому, что по существу у нас жил наставник, зауч нашей восьмигодовой школы в Масевицкой, восьмигодовой школе Могилевской, в области Сиповицкого района. И мама завсюду моя казала, вот погляди, який наставник сынок. И я на него глядел, как на святого, как на Бога. И коли меня уже пытались в школе, кем я буду, я буду заучем, потому что это был зауч. Такой профессии нема, это посада зауч, профессия, и он выкладал математику в школе, а я буду заучем. Вот, собственно, я после и стал наставником, и заучем был в школах. Добились того, чего желали. Скажите, пожалуйста, трудно ли быть учителем? Профессия-то интересная, но есть какие-то свои, наверное, сложности, как и у каждой работы. У каждой работе свои складанности. У нашей работы педагогичной, правда, это такая, повинна быть некая захопленность, некая отданность этой праце. Это праце нелегкая, тяжкая, потому что это праце с людьми непросто, такими, это молодзю, детьми в школах, с молодзю, это вот у коллежи. А это люди с разными характерами, с разным темпераментом, с разным баченем, поглядами на жицё. И треба до кожи найти струнку, подыход, каб яго зацекавить, каб яго не покрыть, каб яго захопить. Это, конечно, не просто пристесечь, стать и давать урок по творчеству, купала, колости, быкова, цей просто учать по беру юрскому назовник, цей приметник, цей дядь слов, треба яше зацекавить гэтым приметникам, гэтым назовникам, гэтай творчеству того Коробкевича, того быкова, того купала, цей колоса. Это треба думать, это треба думать, поэтому мы ночами и сядзел, и думал, як-то ты планы складал поурочные, было цикаво, и мне, и мне гэтам, по-моему, удавалось. В общем, профессия трудная, но очень-очень интересная, правда? Да, это правда. А что вам больше всего нравилось в ваших учениках? В моих учнях подобалась вот такая, ну, яны были люди завсюды, некие, тропаясь в моих группах, некие недернарные, такие незвычайные, такими темпераментами, такими буйными, и такие спокойные были, вот. Ну, люди были разношерстные, кажуть, вот, потому что там молодцы, это еще дети, вот. Поэтому, вот, гэта вот такая некая ихняя, ну, такая неуспокоенность, такая ихняя рухомость, вот, гэта меня за счеты захопляла и привабливала, вот. Хотя, конечно, гэта не так просто. Михаил Иванович, а подскажите, какими качествами нужно обладать, чтобы владеть таким вот важным ремеслом? Ну, зазумело, треба ведать, ведать свой предмет. И не просто ведать, вось, от А до Я, вось, як таблицу множання, а просто треба любить еще, и любить так, ну, не такой любовью, такой, ну, захопленной любовью свой предмет. Вот, за счеты быть, ну, так сказать, на вышине, за счеты быть, ну, читать новые творки, изъявляющиеся у часописах, у другу книга. Треба бы быть, за счеты, исти напереде. И гэта то, что ты доведаешься, за счеты передава своим детям, вот, своим учням. И захопить их, опять же, самое, звернуясь до того, вот, их творки, которые думают, что сейчас опистости, выдаются особенным выданием. А какие рекомендации вы, возможно, можете дать родителям, для того, чтобы они повысили интерес к белорусскому языку и литературе у своих деток? Может быть, какие-то дельные советы у вас имеются? Ну, я думаю, что я, як уже и бачка, и уже дед, и уже прадед, уже, навод, правнуков маю, Германа, як и вось, с внуком. Привет ему передадим? Да, в Москву. Ему, может, уже семь-восьмый месяц, он таки уже смехается, такий хлопчик, такий, пусть будет сама писать верши, я сподеюсь, его прадед Михася. Может, пойдет даже по вашим стопам. Да, да. И я думаю, эта любовь передается не только наставниками, как и выхователями в детящем садку, и наставниками початковых школ, и дальнейших, и вторейших классах, и батьками, и дедами, и бабулями. Треба за счет дядей долучать до книжки белорусской, до казок белорусских в детящем садку, читать им, привабливать. Такие цикавые книжки, с такими оформлением густовным, читать им, закаплять бы, это допомога, будя выховатим в детящем садку, в школах наставникам. И вось, ну, я думаю, будя такая суместная деятельность семьи, дитяша сада и школы, то будя и у детях такая небояковость захопленная, затеканная литературная, белорусская, белорусская мова вось. А позвольте полюбопытствовать, а чем вы сейчас занимаетесь? Я имею в виду не конкретно именно эту минуту, этот час, а, например, вообще, в общем, этот выходящий год. Ну, я занимаюсь, конечно, пишу. Пишу, если бы мне не могшилось писать, я являюсь в прасую в Ахове литературного отдела Лицкого и историка Мастацкого музея. Это домик Валентина Тавлавя. Вось, я, як вартовник, могу ночью не только вартовать гэты наш будынок, гэты музеи наш литературный, дзе собраны цикавые наши поэты, и письменники, и книги, и портреты, и Валентина Тавлавя, речи, и тут и тетка, выстава тетки, присвеченная ей юбилею, и другие материалы. И писать, ось, макшим, ась ночью, любоваться, читать свои творы, и писать творы, поэтому я еще пишу, и другую на сторонках Лицкой газеты, литературу на Мастацкем, часопись от Лицких муров, и на других, в других выданиях, в Гродинской правде. В который раз я всем передаю большой-большой привет, и, пожалуй, напомню о том, что именно сегодня в гостях у твоего радио Мельник Михасий Иванович, и в нашей студии он уже рассказал о своей интересной профессии, ну а в этой эфирной части программы мы поговорим о вашем творчестве, не против? Не суперс, конечно. Если у вас, уважаемые наши слушатели твоего радио, имеется также какой-то вопрос, либо пожелание, выражайте их на нашей странице ВКонтакте, под фотографии нашего гостя, а также принимаются сообщения, которые можно отправить на номер 9700. Кстати, Михасий Иванович, уже есть одно такое пожелание. Слушайте внимательно от Татьяны. Оно. Михасий Иванович, добрый день. Вельми приемно чуть вас на радио. Когда-то, 40 лет назад, моя родная тетя училась у вас в районной школе. И я 10 лет назад в Лицком колледже тоже училась у вас. Ваши уроки были всегда веселыми и интересными. Спасибо вам за это. Здоровья и долгих лет. Дякую. Вельми приемно. Вельми приемно. Чуть такие слова. Михасий Иванович, а вот меня всегда интересует, как все начиналось. Поэтому с такого вопроса я продолжу, вернее, наш разговор. Как давно вы начали писать стихи? Я начал писать верши еще о початковых классах. По суседству жила такая Алена Васько. Я ходил тогда в какие-то другие классы, а она уже у девятых, десятых классов. И друковал свои верши у нашей районной газеты Сиповицкой, которая называлась «Заповеты Ленина». И она для меня казалась неким незвычайным человеком. Я и шел, и глядил на ее, так сказать, думаю, это поэт, такие верши пишет. Думаю, это баши мне пачать писать верши. Я пошел, для кого взял Маяковска, хотя у меня не разбираусся. У Маяковска я читал, думаю, это баши учиться, учиться. Пастя, некий верш написал и передал ей. И она стала выпресс, говорила, Миша, треба быть грамотным. А я помыла было шмат, верш был на русской мове, но ее и сподобался. Она трошки подправила, и пора ее послать у пенерскую газету «Зорька», якая выдавалась у Минску. Я послал эту верш и был надрукованный. Это было в четвертом классе. Так, как называется верш? Верш называется «Зимнее». Зимнее? Да. Пожалуйста, Михася Иванович, озвучьте его, нам не терпится услышать ваше первое произведение творческое. Ну, буду вспоминать. Первый верш, вот на русской мове он был и надрукованный у газеты «Зорька». Вокруг таинственно и чудно, как мудрые сказки в зимний час. И так бело, и так безлюдно Волшебник день шарует нас. Деревья древние, большие, с ребристым инеем. Склонясь, стоят обнявшись, как родные, о чем-то шепчут, не таясь. А солнце смотрит свысока, любуясь зимней прелестью. Привойность леса глубока и веет легкой свежестью. Здорово! Спасибо вам большое! Как раз в тему. У нас зима за окном. И вот, знаете, когда я очень часто спрашиваю людей, кто пишет именно стихотворение, они пишут, что повлияла именно первая влюбленность. И они начали писать, творить, а вас вот подтолкнула... Природа. Природа. И вот это меня еще раз утверждает в мысли, что вдохновением, в принципе, может послужить любая эмоция, которую испытывает в данный момент человек. Кстати, вот немало есть поэтов, которые стесняются вот сами читать свои творения. Дайте им, может, пару советов. Я бывший, ну, який там, в школу ходил, другова уже свои верши, правда, узорки там, и в районной газете там, в Осиповицкой, заповеды Ленина. Чытайся, соромился. Помню, наставница попросила на Святой Октябрьской Революции, Костричницкой Революции. Вот, был концерт, и я как почитал верш вось. И я вышел на сцену по клубе, и убачил свою маму. Там сядела. Мене траслися каленки, и я тады заплакывал, что мама. А мне наставница супокоила, я вернулся на сцену и прочитал гэтый верш, прочитал гэтый верш. И после гэта я уже привык выступать, уже как бы студентом Гродинска Педачного Института выступал с многими поэтами вядомыми. Вот, сразу мучился с поэтом нашим Лицким Виктором Бачаровым, Иваном Гушинским. Выступали мы из Василем Быковым, из Лясем Карпяком, Данута Печет Загнетовой у школах, на учебных установах, на предприемствах. Выступал и Наталья Бача Негродинским, и на Радую. И тут у Лидзе, калі я уже працаваў, выступал. Уже привык до гэтого, я не знаю, каленки не дрыжали мене. Уже привык. И тым больше моя профессия ходить и бачить их. Так само и все мои слухачи и глядачи были моими как бы субеседниками. Расскажите, а где Ваши стихи печатаются? Ну, яны почаўни друковаться уже казаў у районным друку, у Лидзской газете часто друкуюцца, у Гродинской правде, у литератур маста друковаўся, у Наставницкой газете друковаўся, вот, у часописи адлицских муров, литературно маста адлицских муров, часописи друкуюцца, я вот выдав и книжки, одна скажу, да, очень много сборников, лодка життя, вот, ну, передшим друку, друкуюся. А какие поэты Вам близки по духу? Ну, мне были за счёды, хотя я починал с Маяковской, я кого не разумел тады, але, маим, уже после вторяшних классах, меня захопил русский поэт Есенин, Сергей Есенин и наш белорусский поэт Максим Богданович и Янка Купала, вот, это есть классика, ну, а с участок мне подобаются Анатолий Вертинский, Мил Елевич и другие, много-много-много любимых поэтов у меня. Михася Иванович, пора дополнить нашу беседу на очередным творческим произведениям. Вы не против? Не супрось. Пожалуйста. Я вот вам читал первый вверх на русском языке, на русской мове. Теперь хочу прочитать первый вверх, який был надрукованный на белорусской мове. Этот вверх был надрукованный в 1906-1907 году с благословения ведомого Василия Быкова, який в тот час працавал литературным консультантом газеты Гродинская правда. Как называется? И он назывался «Задуменная ночь». «Задуменная ночь». Это было, я учусь в профессионат техническом училище 49 химиков у Гродно. И вот этот вверх был надрукованный на сторонках родинской правды. Званый гость. «Задуменная ночь», Вышеня, Вышеня, З неба месяц Глядить, Усмехается, Не колышется сад, Тишиня, Тишиня, Хмельный водор Бальзам Разливается. «Як мотуля дитё, Ахинула мой край, Шизай хусткаю ночь, Парадиха, Урачиста наукол. За селом Мроить гай, Хлебка лопнула зорка И тихо, Тольки тонко дрыжить, И не спить, И не спить, Лися кволая Юной тополи, Тольки мягко шумить, Мелодично звенить, Зарунелая жито На поле». «Як бачите, И гэты веша Прородзе, Пеши веша на русском Мове Прородзе, И гэты в Прородзе, Возле Пророды, Любида Пророды, А тады уже И каханья пашло». «Это ваша, Наверное, Первая любимая тема такая, Да? То есть природа, То, что вы видите, А том вы и писали». «А тады пришло каханья, Уже до меня Стал про каханья писать, А калюшу, Памудрее встал Уже философские Веши писать, Абшаси, Абдабры, Что такое добро, Что такое зло, И еще темы, Патриот, И еще темы, Любовь, Дородимый, До Беларуси, Народного слова». «Дякую, дякую вам За такое красивое Произведение, Вы с таким удовольствием, Вот я вижу Своим глазом, Как вы это читаете, Ну, это дорогого стоит. Вот скажите, А как вы думаете, Можно ли научиться Писать стихи? Вот существует ли Какая-то особая техника? «Ведешь, Вучиться, Есть теория Веша складанья, Научиться веши Складать могут Выучивши теорию Веша складанья, Але, Абдабы, Ты веш парэзия, Не кожный веш парэзия, Парэзия потребует Своего бачення, Вот того, Что у тебя окружает, Природа, Самокаханья, Вот, Але, Треба еще, Ну, Нечто знаходить У тем, Что ты бачишь, Свое особистое, Непалторное, Вобразность, Мышление вобразами, Поэтаму, Конечно, Не кожный у нас Пишутся многие, Але не кожный Тих, Кто пишет поэт, Я то сам себе Ще посещу Поэтам, Просто Человек, Який пишет верши, Любит поэзию, Вось, Передая тое, Что, Шуя чувая Своим, Тым, Кто, С кем я Живу На гэтым свете. А чем вы еще Увлекаетесь, Кроме поэзии, Какие у вас Увлечения? Видите, Я еще много Журналістикой Писал артикулы На разные темы, Вось, Публіцистичные, Литературно-критичные, Крязнавчые Артикулы Друковал На сторонках Литской газеты, Гродзинской правде, У Наставницкой газете, У часописи Литский летописец, Вось, У часописи Литературно-мастатским Часописи От Литских муров Мене Крязнавца Цекавець, Я доследую И Тых особ, Які Звязаны С городом Лида, Вось, И Назвы Вулиц Нашого города, Ну, Вось, Мене Крязнавцва Цекавець, Поэтому незамая Працую Литературный Музей Нашого Города, Кириале Литско-гисторко-мастатского Музея Ну, Цекавець мене И музыка, Вось, Хоча я, Ну, Калис И спевал, И у хор, И в вокальной Группе, Вось. В общем, Вы разносторонний Человек. Не ведаю Цяк, 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 Але Цекавлюся Всим. Михаис Иванович, Последний на сегодня Будет к вам вопрос. Говорят, Что творчество Открывает Любые двери. Даже К сердцу. Вы согласны С этим утверждением? Так, Саправды. Михаис Иванович, Спасибо вам За отдельную беседу. Мне было Очень интересно И приятно С вами общаться. И я желаю Вам найти Ключик Каждому сердцу. Удачи вам! Дякую. Буду сподеваться, Что и наших Слухачоу Гэта Гутерка Затекавить. Ни пакиня Абыякова. Твое радио Званый гость Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова